Обновление 8.11 получилось компактным, но насыщенным. В игру добавлен новый режим, появится новая карта и сильно изменятся несколько старых. Подробности в этом обзоре. С обновлением 8.11 в игру приходит новый режим боёв — противостояние. Его особенность в том, что здесь танки одной нации сражаются против машин другой. Например, Германия против Соединённых Штатов. Или советская техника против французской. Сочетания могут быть любыми, за небольшим исключением. В режиме противостояния пока что не сможет принять участие китайская и японская техника. А всё потому, что в деревьях развития этих наций нет всех классов машин. Попасть в этот режим можно по такому же принципу, как во встречный бой или штурм. И точно так же его можно отключить в настройках. Была добавлена новая карта — Виндсторм. Виндсторм — это красивый заснеженный город с оригинальной архитектурой. Он разделён на две части рекой. Базы находятся на разных берегах. Здесь два основных пути атаки — через город или в обход по тропе. В городе хватает обходных маршрутов для манёвров. Берега связаны мостами, в районе которых будут проходить самые упорные бои. Быстро добраться до базы противника можно по обходной тропе. На протяжении всего маршрута на ней есть надёжные укрытия. Есть и третий путь для атаки — вдоль реки. Но он очень рискованный — это открытое пространство, где вы будете уязвимы. В четыре карты — Эрленберг, Хайвей, Редшир и Северо-Запад — внесены балансные правки. В основном они направлены на увеличение динамики боя и совершенствование баланса сторон. Больше всего изменился Редшир. Базы передвинуты на новые места. Благодаря этому меняются пути разъезда команд. Например, теперь сражение на первой и второй линии будет происходить посередине. Танки не будут как раньше застаиваться в области поля нижней базы. Гору на девятой и нулевой линии выровняли. Также здесь появилось ущелье, где будут хорошо себя чувствовать тяжёлые машины. Это должно оживить боевые действия на правом фланге. Знаменитую горку в верхней части карты разделили на три части и уменьшили количество растительности. Теперь простоять здесь половину боя, расстреливая противника из кустов, будет гораздо сложнее. При этом своей важности гора не потеряла. А значит, сражения за контроль будут проходить более агрессивно. Очень многообещающе выглядит на переработанном Редшире встречный бой. База располагается на горе, и прямо в зоне захвата есть укрытие в рельефе. Здесь танки с крепкими башнями и хорошими углами склонения орудия смогут проявить себя в полной мере. На Эрленберге также были сдвинуты базы. В итоге привычные места боевых столкновений тоже сместятся. Теперь основные сражения ожидаются у замка и домов на горке. Доработана средняя часть карты. Добавлено много домов. Они служат надёжным укрытием во время разъезда с базой. Теперь это отдельное направление, которое хорошо подходит для тяжёлых танков. В целом появилось больше возможностей для продвижения от укрытия к укрытию. Возле верхнего и нижнего моста появились броды. На Хайвее внесены изменения в пользу нижней базы. Всю правую часть карты опустили вниз. Крутой обрыв в районе верхней базы исчез. Дорогу до города с нижней базы подняли выше. Она стала практически ровной. Чтобы засветить танки, которые едут под её прикрытием, нужно подъехать очень близко. В городе появился новый квартал. Он послужит хорошим укрытием для игроков с нижней базы. Немного изменилось расположение домов. Теперь с верхней базы контролировать улицы будет сложнее. В поле появились дополнительные укрытия для средних танков. С обеих баз убрано множество кустов. Теперь на них есть укрытие буквально для одной-двух машин. Это поможет игрокам не застаиваться на месте в начале боя. Северо-запад. На этой карте тоже проредили растительность и понизили рельеф в районе баз. Теперь до них проще добраться и захватить. Появилось ещё одно направление для атаки. Массовых стычек тут не будет, но сюрпризы возможны. Эта местность связана с дорогой чуть выше. Тот, кто её контролирует, сможет застопорить вражеское наступление внизу или помочь своим танкам. Также в некоторые карты были внесены изменения, которые никак не влияют на игровой процесс, но добавляют атмосферности. В обновлении 8.11 состоится переход на новую версию ядра — Big World 2.4. Это позволит развивать игру в новых направлениях и использовать новые технологии, которые вы вскоре увидите. Хотим предупредить, что на определённых конфигурациях компьютера игра может вести себя нестабильно. По заявкам игроков реализованы новые функции в интерфейсе. Появилась возможность просматривать сообщения боевого чата на протяжении всего боя. В случайных боях чат можно отключить. Теперь можно проводить групповые операции с экипажем. Переобучить, вернуть или высадить сразу всех. Был доработан интерфейс боевых задач. Найти нужную задачу стало проще. Кроме того, сделано множество других небольших, но приятных изменений. В завершении напоминаем, что в грядущее воскресенье будут проводиться акции. Вы сможете получать удвоенный опыт и заработать больше серебра за каждый бой. Не пропустите! На этом всё, и удачи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok